Традиция трубить в шафар перед еврейским Новым Годом, дабы пробудить трепет перед небесами. В дворе синагоги евреи города Саратова собрались на торжественную церемонию открытия музея еврейской общины. В исторической части здания, постройки 1903 года, приобретенного общиной в 1946 году, теперь будут храниться экспонаты музея. Помимо того, что есть стены, главное это информация, которая содержится в экспонатах музея. В Саратове и до революции, и после революции, и особенно после войны было много евреев. По переписи, это где-то было около 12 тысяч человек. По факту, так как не все признавали себя по паспорту евреям, их было, наверное, больше. Я думаю, что саратовские евреи внесли достойный вклад в развитие этого города, этой области. И давайте им поклонимся за их работу. История саратовского еврейства начинается с 20-х годов 19 века, с момента появления первых евреев в Саратове. Это история юристов и врачей, промышленников и финансистов, ученых и музыкантов. Информация о жизни этого удивительного этноса теперь доступна для всех жителей нашего города. Я думаю, что это важно не только внутри общины, это важно и вовне. Потому что, вы понимаете, когда люди не знают, не имеют достаточной информации о чем-то, это служит почвой для каких-то предрассудков, для каких-то ложных представлений о чем-то. Когда люди приходят и получают информацию корректную, информацию доступную для них, изложенную в доступной форме, и они, собственно, я думаю, что это то, что нас сейчас принято называть профилактикой антисемитизма, ксенофобии. Это вот и есть та самая профилактика, которой мы должны заниматься. И это работает на создание благоприятного климата в межнациональных отношениях в нашей области. В дальнейшем экспозиции будет пополняться. Появится несколько интерактивных объектов и аудиогид. На отремонтированное здание, как обещает Яков Стрельцин, простоит еще не меньше 100 лет. 120 лет для кирпичного здания, поверьте, это хороший срок. Много кирпичей пришлось вычеканивать, то есть ставить взамен в них новые, гидроизоляцию делали. То есть все это было очень непросто. И это причем в условиях того, что теоретически, так как здание не стоит на учете в реестре, мы могли снести и строить новое. Но новодел есть новодел. Вот те кирпичи, которые вы сейчас видите за моей спиной, это 90% подлинные кирпичи конца XIX-начала XX века.